Уважаемые слушатели, уважаемые зрители, мы продолжаем чтение курса технологии ведения переговоров и продолжаем разговор о международных переговорах. Споры о том, существует ли такое понятие, как национальный стиль ведения переговоров, идут уже давно. Авторитетный отечественный исследователь переговорного процесса и политического урегулирования Лебедева утверждает, что непосредственные участники переговоров всегда подчеркивают факт различия в характере ведения переговоров представителями разных стран и народов. Однако феномен национального стиля ведения переговоров является все еще весьма неясным для международных исследователей в области переговоров. И дать какое-то более или менее четкое определение этому явлению, пожалуй, невозможно. Сложности в научном определении данного термина связаны в большей степени с тем, что порой оказывается достаточно сложно провести четкую границу между национальными особенностями поведения участников на переговорах, государственным стилем, этническими и личностными особенностями и спецификой политической культуры представителей разных государств. Еще одна особенность, относящаяся к исследованию проблемы переговорных стилей, заключается в том, что большинство работ в этой области написаны, к сожалению, не российскими, а американскими авторами, что, несомненно, накладывает свой отпечаток на описание и анализ как своего собственного национального стиля ведения переговоров, так и других стилей. Несмотря на то, что мы будем основываться преимущественно на материалах, изданных в Америке, постараемся в наших выводах все же придерживаться объективной позиции. Неоспоримым фактом является влияние на ход переговоров культурного происхождения их участников. По мнению Сала Кьюза, профессора Флетчеровской школы права и дипломатии при Университете Тафта, изучение переговорных стилей в различных культурах можно разделить на две основные группы. Первая включает в себя труды, призванные описывать и анализировать переговорные стили отдельных культур. Вторая стремится определить основные элементы переговорных стилей и выяснить, каким образом они находят отражение в различных культурах. В своем исследовании, посвященном десяти наиболее важным аспектам влияния культуры на стиль переговоров, Сала Кьюз утверждает, что огромное разнообразие мировых культур делает невозможным для любого участника переговоров, неважно, насколько он искусен и опытен, полностью понять все культуры, с которыми он может столкнуться. Именно поэтому автор, основываясь на результате проведенного им опроса, 310 представителей, 8 профессиональных групп из 12 различных государств и регионов мира, сделал попытку выявить 10 главных факторов, вытекающих из культурной принадлежности участников переговоров, соответственно, факторов, которые оказывают влияние на переговорный процесс. Итак, Сала Кьюз выделяет Отношение к переговорному процессу, соответственно, достижение обоюдной выгоды или одностороннего преимущества. Личный стиль. Он может быть формальным или неформальным. Стиль общения. Он может быть прямым или непрямым. Чувствительность ко времени. Она может быть высокой или низкой. Уровень эмоциональности. Соответственно, тоже высокий или низкий. Характер отношений. Соответственно, это те соглашения, конкретные или общие, которые достигаются в результате переговоров. Процесс построения соглашения. Снизу, вверх или сверху, вне способа, в ординационной системе строится соглашение. Способ принятия решения в переговорной группе, что это один лидер или это выработанное общими усилиями мнение. И, наконец, десятый фактор. Это степень принятия риска, высокая или низкая. Располагая знаниями о том, как эти десять факторов и характеристик варьируются от культуры к культуре, и как они отражаются на поведении, на переговорах представителей различных государств, представитель международных переговоров, возможно, сможет лучше понять переговорные стили и подходы своих коллег из других культур. В то же время исследование Салла Кьюза, считает сам автор, может помочь переговорщикам определить, какое впечатление производит их собственный стиль на их партнеров, находящихся по другую сторону стола переговоров. Коэн утверждает, что различия, вытекающие из принадлежности участников к разным культурам, оказывают существенное воздействие на дипломатические переговоры. Неспособность понять и оценить эти различия может привести к серьезным последствиям. В своем исследовании Коэн анализирует роль, которую играют культурные различия в формировании содержания, процесса и стиля переговоров. Он пишет, что дипломатические переговоры заключаются в процессе общения между странами, стремящихся к нахождению обоюдно приемлемого решения по какому-либо вопросу, затрагивающему интересы обеих стран. Этот процесс, по мнению Коэна, может находиться под огромным влиянием различных культурных представителей. Соответственно, тех представлений, норм, значений, допущений, идеалов, восприятий, которые они будут реализовать в процессе переговоров. Автор отрицает мнение о том, что существует единая международная дипломатическая культура, в связи с чем собственная родная культурная среда каждого дипломата является во многом несущественной. Он аргументирует свою позицию тем, что многие опытные дипломаты считают, что культурные различия оказывают действительно очень сильное воздействие на ход переговоров. Теоретические исследования показывают, что культура играет большую роль в формировании характера каждого индивида, и это основополагающее воздействие не может быть стерто путем простого общения с другими культурами. Итак, в своей книге Коэн рассматривает несколько самых основных, самых общих различий между культурами. Ну, например, в американскую культуру автор причисляет к культурам с преобладающим духом индивидуализма, в отличие, например, от большинства культур Востока, в которых, по мнению Коэна, явно преобладает взаимосвязь и коллективизм. Индивидуалистические культуры, пишет автор, не придают особого значения обстановке, в которой происходит общение или личным отношениям. Общение носит прямой и открытый характер, не склонно к риторике, намекам или сложному этикету. Другим важным контрастом между культурами является полихронная или монохронная концепция времени. В монохронной культуре, такой, как, например, американская, свойственно четкое регламентирование времени. Большое значение придается расписанию и распорядку, установленному плану работы. Торопливость в монохронной культуре считается очень ценным качеством. Такие культуры всегда ориентированы на будущее. Прошлое важно только постольку, поскольку оно влияет на настоящие и будущие планы. В целом, такие культуры, индивидуалистические, монохронные, Коин называет культурами с низким уровнем контекста. В одной из своих исследовательских работ Лебедева указывает на то, что хотя в культурах с высоким уровнем контекста, к которому она, например, относит нашу русскую культуру или французскую культуру ведения переговоров, значение контекста весьма велико. Тем не менее, и в культурах с низким уровнем контекста также обращается немалое внимание и невербальным аспектам общения, мимики, взгляду, манере говорить, и месту проведения встречи, и каким-то сопутствующим условиям проведения переговоров. Она также говорит о том, что вопреки распространенному мнению, не всегда оказывается проще вести переговоры представителям одной культуры или одного культурного типа. Раймонд Коэн, однако, достаточно резко противопоставляет вот эти два типа культур. Он утверждает, что так называемые универсальные модели ведения переговоров, в которых используется инструментальный подход, подчеркивается важность разделения понятий, обсуждаемых вопросов и чьей целью является достижение эффективных, максимально выгодных результатов, могут казаться чуждыми для тех культур, которые выдвигают на передний план ценность человеческих отношений и обладают менее неотложным чувством времени. Далеко не все вопросы подлежат обсуждению за столом переговоров. Но и здесь есть определенная специфика в отношении конкретных культур. Например, национальная гордость или равноправность на мировой арене относятся к тем предметам, которые не выносятся за стол переговоров, независимо от того, какое государство принимает в этих переговорах участие. Также большинство культур чрезвычайно неохотно стали бы обсуждать свой суверенитет, или свою независимость. Государства, когда-либо находившиеся в колониальной зависимости, часто очень чувствительны ко всему, что хоть отдаленно напоминает колониализм. Присутствие иностранной военной силы на территории такой страны, скорее всего, никогда не станет предметом переговоров. Несомненно, что упомянутые выше вопросы являются приоритетными для всех крупных государств, в том числе и для России, и для Соединенных Штатов. Кроме того, Коэн замечает, что североамериканские государства также стремятся рассматривать вопросы соблюдения прав человека как неподлежащие обсуждению. Продолжая анализ вот такой низкоконтекстной переговорной культуры, нужно отметить, что здесь существует своя специфика в разделении переговорного процесса на фазы. Для упрощения задачи Коэн определяет их как подготовительную фазу, начальную и среднюю, некую промежуточную, и, соответственно, завершающую конечную фазу переговоров. На подготовительной, то есть начальной стадии, участники переговоров смотрят на проблемы, вынесенные на обсуждение, и стремятся, конечно, отделить их от личных отношений, и, соответственно, на этом этапе все участники переговоров предпочитают действовать относительно анонимными путями. Также им свойственно фокусироваться на рассматриваемом вопросе, а не на построении каких-то особенных отношений с противоположной стороной. Что касается вопросов репутации и чести, то обычно больше внимания им уделяют культуры с высоким уровнем контекста, для которых является особенно важным не ударить в грязь лицом. Низкоконтекстные культуры менее озабочены вопросом лица и, следовательно, более подвержены созданию ситуации неопределенности, конкурентности и конфронтации в процессе переговоров. Начальная фаза переговоров может быть осложнена различиями между эгалитарными и иерархическими культурами. То есть интересующий Коэна низкоконтекстный переговорщик будет стремиться открыть переговоры, сначала изложив свою позицию и предполагая, что другая сторона также ответит формулировкой своей позиции. Такое декларирование своей стартовой позиции рассматривается как достаточно рискованный и, прежде всего, конфронтационный шаг. Открытие позиций обнаруживает сразу интересы сторон. Когда за таким изложением позиций не следует ответного высказывания, преимущество оказывается всегда на стороне промолчавшего оппонента. Различные культуры также по-разному относятся к достижению соглашений. Либо это детальные соглашения, либо это соглашения, основанные на каких-то общих принципах. Так, участник переговоров, если он представитель культуры низкого уровня контекста, скорее всего, будет основываться на фактах и индуктивном методе убеждения. То есть рассматривать имеющиеся у него в наличии факты и подгонять под них вывод. Как отмечает в своем исследовании Сала Кьюз, лишь 22% опрошенных им американцев являются сторонниками общих соглашений. А среди представителей различных сфер профессиональной деятельности лишь 64% дипломатических работников и государственных служащих предпочитают достижение конкретных договоренностей. На этом основании Сала Кьюз приходит к заключению, что профессиональная культура, вероятно, доминирует над национальной в данном конкретном вопросе. Среднюю фазу низкоконтекстные культуры, такие как, например, Соединенные Штаты, рассматривают в качестве периода торга, процесса уступок и компромиссов. На данном этапе стороны должны постепенно сойтись на какой-то общей позиции. Монохронные культуры обычно всегда очень торопятся достичь соглашения. Эта особенность часто ставит их в невыгодное положение, так как, стремясь максимально сократить время торга, они вынуждены идти на большие уступки ради скорейшего достижения цели. Разные культурные подходы к понятиям власти и полномочий могут также затруднять среднюю фазу. Индивидуалистические культуры стремятся к распределению власти и поощряют вопросы к властям, могут бросать вызов власти. Американская система сдержек и противовесов в правительстве вполне типичная черта индивидуалистической культуры. Коэн отмечает, что участники переговоров со стороны коллективистских культур часто переоценивают полномочия и степень, например, влияния американского президента на представителей собственной страны. На самом деле, даже в том, что касается внутренних дел государства, глава Белого дома очень сильно ограничена. Мы уже упоминали ранее среди характеристик, влияющих на переговорный процесс, такие как стиль общения и отношения ко времени. В этой связи Коэн приходит к очень интересным, на наш взгляд, выводам. Он утверждает, что, например, низкоконтекстные культуры отдают предпочтение прямому стилю общения, тогда как поразительная черта коллективистских, высококонтекстных ораторов – это их неприязнь к негативному. Прямого возражения они всегда неизменно избегают. Автор также отмечает, что невербальная коммуникация тоже отличается от культуры культуры, как и приемлемость различных культур к проявлению эмоций. Говоря о завершающей или конечной стадии переговоров, нужно отметить особенности низкоконтекстных культур в том, что касается пятого пункта характеристики по салакьюзу, а именно чувствительности ко времени. Как уже отмечалось выше, монохронные культуры со свойственным им чувством вечной спешки склонны пренебрегать важностью предоставления партнеру по переговорам альтернатив во имя спасения престижа и репутации. Что касается принятия окончательных решений на переговорах, то, например, для американцев процесс достижения договоренности – это по существу ряд уступок в длинном списке частностей. В конечном счете на стадии заключения договора представители низкоконтекстных культур отдают предпочтение конкретным, подробно разработанным, прописанным соглашениям. Возвращаясь вновь к исследованию салакьюза, хотелось бы обратить внимание на некоторые пункты, в данной автором классификации. Во-первых, на то, как происходит вообще сам процесс достижения соглашения за столом переговоров. Американские участники чаще всего избирают для себя стратегию, подразумевающую поиски согласия с партнером по более конкретным вопросам и уточнение деталей условий договора. При этом они избегают выработки неких общих принципов, на которых в дальнейшем будет строиться окончательное соглашение. Поэтому окончательное соглашение всегда может быть в процессе переговоров изменено, и вообще низкоконтекстные культуры к окончательному соглашению относятся не самым лучшим образом. То есть окончательное соглашение требует очень высокой ответственности и уже не допускает никаких изменений. А наоборот, культуры высококонтекстные, как, например, российская культура, по мнению российского исследователя Лебедевой, как раз направлены на достижение в первую очередь неких общих соглашений, таких приоритетных, и уже, скажем так, как некий вторичный этап переговоров, предпочитают разработку конкретных путей реализации решений. Следующая очень интересная характеристика, на которую имеет смысл обратить внимание, это структурная организация переговорной команды. В любых международных переговорах важно знать и учитывать то, как организована другая сторона и как она, соответственно, принимает решения. Одной крайностью является такая организация переговорной команды, где одному главному лицу, лидеру, принадлежит полная власть в решении всех вопросов. И большинство американских переговорных команд построено именно по такому принципу. Соответственно, высококонтекстные культуры, скажем так, более равномерно распределяют власть между участниками команды. И последнее, на что имеет смысл обратить внимание, это принятие фактора риска. В данном вопросе, основываясь на опросе Сала Кьюза, американцы, например, считают себя склонными к принятию риска и, в принципе, к принятию каких-то рискованных решений. Хотя даже сами американцы признаются, что они не столь склонны к риску, как, например, французы или британцы. На формирование любого переговорного стиля оказывают влияние как личные свойства и особенности характера любого индивида, его способности и талант как специалиста по переговорам, так и культурные, политические, эмоциональные и прочие обстоятельства, определяющие конкретную ситуацию международных переговоров. Вдобавок к вот такому национальному стилю на процесс и результат международных переговоров влияют выбранные сторонами стратегия и тактика, структура переговоров, внешние воздействия и многое другое. Подход государства к переговорам обычно определяется той ситуацией, с которой сталкиваются их участники. И в гораздо меньшей степени их личным или национальным стилем. И, например, поведение на переговорах, которое якобы отражает стиль одной из сторон, может быть просто естественным следствием несоответствия сил государств-участников. Естественно, если за столом международных переговоров сидят представители двух государств, одной из которых играет ведущую роль на мировой арене, а второе государство достаточно небольшое, то приоритетным в выборе и тактике, и стратегии переговоров будет команда-представитель сильного государства. Но это вовсе не значит, что приоритетным оказывается тот или иной национальный стиль. Как вы понимаете, очень многие переговоры, и личные переговоры, и какие-то бизнес-переговоры, а уж тем более международные переговоры ведутся с целью разрешения каких-либо конфликтных ситуаций. И первым способом урегулирования при возникновении любой конфликтной ситуации является посредничество, которое очень широко используется и в международных переговорах, и вообще в любом переговорном процессе. Итак, что же такое посредничество? Давайте дадим определение этому явлению. Посредничество – это процесс разрешения любого спора, в котором нейтральное третье лицо, мы его называем посредником или медиатором, помогает сторонам достичь договоренности в их споре посредством переговоров. Посредник не обладает полномочиями для принятия решений. Полномочиями для принятия решений обладают представители двух конфликтующих сторон. Задача посредника – не принимать решения, а лишь способствовать тому, чтобы стороны могли это решение принять. Несмотря на то, что посредник не обладает полномочиями для принятия конкретных решений, важность его участия в процессе дополняется тремя основными функциями. Первая функция – это обеспечение связи между сторонами спора. Связь между сторонами спора обеспечивается для того, чтобы они могли понять перспективы разрешения конфликта и выяснить фактически главные потребности и интересы друг друга. Вторая функция – это рационализация переговорного процесса между сторонами. Соответственно, побуждение сторон выбрать в отношении переговоров принципиальный подход и найти решения, которые в надлежащей степени соответствовали бы главным интересам сторон. И третья функция – выдвижение существенных предложений. Как вы понимаете, далеко не всегда посредник будет выдвигать предложение. Выдвигать предложение посредник может в отдельных случаях по просьбе сторон для того, чтобы подтолкнуть эти стороны к достижению согласия. Именно поэтому третья функция рассматривает с нами последний, так как она не является такой вот абсолютной, универсальной. И эту функцию посредник выполняет лишь при определенных условиях. Кроме возможного успеха процедуры посредничества, данный способ урегулирования спора, соответственно, конфликта, имеет целый ряд преимуществ. Прежде всего, очень важно решить вопрос об издержках. Как вы понимаете, на разрешении любого конфликта стороны всегда тратят очень большое количество сил, времени, денег и далее по списку. И, естественно, во многом и выработки каких-то альтернативных способов разрешения споров, таких как приглашение посредника, направлены на то, чтобы сократить издержки на урегулирование конфликтов. Как вы понимаете, издержки в процессе урегулирования конфликтов включают в себя очень много различных факторов. В том числе это такие факторы, как время, деньги и доверие. Время. На окончательное урегулирование неправильно разрешаемого конфликта уходит обычно очень много времени. А вы прекрасно понимаете, что зачастую смысл пословицы «время – деньги» является просто буквальным. И, соответственно, деньги. Деньги также, скажем так, уходят на урегулирование конфликта. Неграмотно разрешаемый конфликт может обернуться для обеих сторон слишком дорогостоящим. Ну и доверие. При любом споре это одна из самых первых потерь, когда стороны перестают доверять друг другу, и при отсутствии доверия разрешение конфликта оказывается практически невозможно. Следующие факторы, которые мы относим к издержкам при разрешении конфликта, это взаимоотношения, достоинство и уважение, и производительность. При неграмотном разрешении конфликта взаимоотношения становятся натянутыми, они ослабевают, а порой и окончательно рвутся. Достоинство и уважение также страдают при разрешении конфликта. От былого достоинства сторон при неграмотном разрешении не остается и следа. Стороны, как правило, утрачивают уважение друг к другу, и сохранить лицо в подобных ситуациях оказывается очень нелегко. При неграмотном разрешении конфликта, как вы понимаете, наша деятельность становится менее эффективной и менее продуктивной, поэтому производительность также страдает. Следующая группа факторов, которая составляет издержки при разрешении конфликта, это стресс. Конфликт зачастую вызывает стрессовые ситуации для всех участвующих в нем сторон, и такой стресс может негативно сказаться просто-напросто на здоровье человека, участвующего в переговорах. Далее, определенность. Пока конфликт остается неразрешенным, у всех участвующих в нем сторон не может быть уверенности в результатах урегулирования, что, естественно, затрудняет некое перспективное планирование. То есть в рамках конфликта определенность отсутствует. Ну и последнее, это опасность повторения конфликта. Если конфликт разрешен неграмотно, то всегда существует опасность возникновения аналогичных споров в будущем. Одни и те же стороны могут оказываться вовлеченными и в другие виды конфликтов. При неумелом разрешении споров каждый из этих видов издержек, перечисленных нами, может быть весьма существенным. Поэтому посредничество является наиболее эффективным методом некого альтернативного решения, альтернативной разработки соглашения для сокращения всех этих видов издержек. И это сокращение затрат выгодно не только для непосредственных участников конфликта, но зачастую, если, например, речь идет о международных конфликтах, то и для всего общества в целом. Чтобы понять, почему посредничество столь эффективно, важно, прежде всего, разобраться в трех принципиальных подходах к разрешению споров. Эти три подхода к разрешению споров связаны с тремя основными понятиями. Это понятие интересов сторон, прав сторон и силы, применяемой участниками конфликтов. Как вы понимаете, существует множество источников силы. Физическая или военная сила, интеллект, харизма. В качестве силового воздействия может пониматься использование определенной информации. Финансовые средства также могут составлять силу воздействия одной стороны на другую в процессе переговоров. Все подходы, основанные на силе, разрешают споры в зависимости от соотношения сил, которыми обладают стороны конфликта. Война является одним из наиболее очевидных примеров основанного на силе подхода к урегулированию конфликтов. На самом деле к этой группе можно отнести не только войну, но и различного рода забастовки, бойкоты, голосования и целый ряд других способов применения силы. Каждый случай, разрешение конфликта, основанный на применении силы, по сути является проверкой силы спорящих сторон. Подход, основанный на правах, которому отдают предпочтение, например, юристы-дипломаты или юристы, которые представляют различные организации в процессе переговоров, помогает разрешить спор на основании прав сторон. Такие права могут быть закреплены в нормативных актах, в международных актах, в каких-то там, я не знаю, внутренних распорядительных документах, документах организации и так далее. С помощью процедуры, основанной на правах, делается попытка определить, кто прав, а кто виновен, в рамках, например, официальных процессуальных действий, как то суд или арбитраж. Вот таким примером посредничества является и традиционный суд, и, безусловно, третейский суд, когда две стороны прибегают к некой третьей с целью разрешения конфликта в процессе переговоров. Ну и третье понятие, которое составляет вот такую триаду подходов к разрешению споров, это урегулирование споров на основе интересов. Интересы чаще всего являются именно предметом переговоров. Урегулирование споров на основе интересов призвано находить решения, основанные на таких главных интересах, то есть надеждах, потребностях, заботах, пожеланиях сторон, вовлеченных в конфликтные переговоры. Наиболее распространенной формой урегулирования конфликтов с учетом интересов являются непосредственные переговоры сторон между собой. Но зачастую, даже при наличии совместных интересов, стороны не могут договориться, поэтому здесь также достаточно актуальным является обращение к посредничеству. Посредничество в основном относится к группе разрешения споров на основе прав и интересов. Как вы понимаете, когда переговаривающиеся стороны, конфликтующиеся стороны ориентируются все-таки на применение силы, посредник здесь вряд ли нужен. Процедура посредничества, и это очень важно помнить, ни в коем случае не выходит за рамки закона. Закон является важной основой, на которой и ведутся посреднические переговоры. Но в то же время сила также принимается во внимание в процедуре посредничества. Однако в процедуре посредничества основное внимание уделяется урегулированию проблемы. То есть стороны и посредник пытаются разрешить тот или иной спор так, чтобы оптимально приемлемым образом удовлетворить потребности и заботы всех сторон. Подавляющее большинство исследователей в сфере разрешения переговорных конфликтов придерживается общераспространенного мнения, что если стороны заинтересованы в урегулировании конфликта с наименьшими издержками с точки зрения денег, взаимоотношений, репутации, стресса, производительности и так далее. Применение подходов к урегулированию споров должно иметь следующую последовательность. Сначала это подход на основе интересов, потом подход, основанный на правах, и лишь затем, если это необходимо, если без этого уже совсем никак нельзя обойтись, это подход с применением силы. Итак, интересы, права и только потом можно применять силу. Слишком часто конфликтующие стороны сразу принимают на вооружение подходы, основанные на правах или на применении силы, не изучив как следует возможности, которые предлагает процедура урегулирования на основе интересов. Именно в этот момент возникает необходимость в посредничестве, иначе переговоры будут просто обречены на права. Процедура посредничества в таких случаях завершается новыми укрепившимися взаимоотношениями. И здесь мы рассматриваем эти взаимоотношения в тех же самых разделах, по которым мы определяли факторы, составляющие издержки при разрешении конфликта. Во-первых, достоинство и уважение. Человеку свойственно ошибаться. Процедура посредничества дает сторонам возможность осознать свои ошибки, и, соответственно, ошибки другой стороны в таких очень приватных и конфиденциальных условиях на встрече посредника со сторонами, и при этом сохранить чувство собственного достоинства и продемонстрировать свое уважение к другой стороне. Производительность. Посредничество позволяет сторонам забыть про заботы о споре и жить и работать как обычно. Поэтому при использовании посредника в процессе урегулирования конфликта производительность совершенно никак не страдает. Стресс. Грамотно реализуемое посредничество – это просто хорошо организованная беседа. Несомненно, процедура посредничества гораздо в меньшей степени чревата стрессовыми ситуациями по сравнению, например, с судебными или третейскими разбирательствами, во время которых стороны чувствуют себя, прямо скажем, как на минном поле. Более того, зачастую в качестве посредника есть, например, такие ситуации переговоров, как переговоры с преступниками, которые захватили заложников, или переговоры с человеком, который стоит на крыше дома и собирается спрыгнуть. Вот такие вот крайние ситуации ведения переговоров. Здесь в качестве посредников очень часто привлекаются люди, обладающие очень тонкими знаниями психологии, которые просто-напросто способны снять конфликт, внутренний конфликт, не просто внешний конфликт, а внутренний конфликт самого участника переговоров. То есть не просто снять этот стресс, а при снятии стресса переговоры могут сразу успешно завершиться. Далее. Определенность. При процедуре посредничества стороны вырабатывают собственные решения, и они сами принимают на себя ответственность за нахождение такого решения. Поэтому с, скажем так, определенностью и с возможностью планирования какого-то дальнейшего также все становится в порядке. Время. Стороны и, соответственно, их представители, иногда это адвокаты, например, иногда это какие-то как раз посредники, вполне могут договориться о проведении вот этой процедуры посредничества очень быстро. А стандартный процесс, например, посредничества по коммерческим вопросам занимает очень небольшое время, поэтому время тоже экономится. Как вы понимаете, при обращении к посредничеству по сравнению с обычными затратами на судебные какие-то или третийские разбирательства, средства экономятся тоже очень существенно. Поэтому деньги – это тоже та издержка, которая значительно уменьшается при привлечении посредников. Далее. Доверие. В ходе рассмотрения споров, как только одна из сторон приходит к пониманию того, почему другая повела себя таким образом, доверие, если не восстановлено полностью, то бывает восстановлено хотя бы частично. И здесь тоже посредничество играет большую роль. Взаимоотношения. Если восстанавливается доверие, то появляются условия для поддержания и улучшения взаимоотношений в дальнейшем. И, возможно, в дальнейшем стороны уже смогут обойтись и без посредничества в проведении переговоров. Ну и последнее – это опасность повторения. При процедуре посредничества стороны вырабатывают собственные решения. И такие решения все-таки всегда обладают достаточно высоким потенциалом прочности и надежности. И результат судебных или третейских разбирательств, будь то выигрыш или будь то проигрыш, зачастую приводит к тому, что одна из сторон стремится отомстить другой и ищет возможности расквитаться. Стороны и юристы, которым приходилось обращаться к процедуре посредничества, всегда подтверждают то, что посредничество помогает избежать возможности повторения конфликта. Итак, одним из ведущих способов разрешения конфликта в процессе переговоров являются переговоры с привлечением посредника. И, естественно, посредничество не является таким стандартным процессом ведения переговоров, но при этом чрезвычайно важно. Итак, спасибо за внимание. Всего доброго. До новых встреч.